Совсем тоже является примером определенным. То есть те перегибы в информационно-пропагандистской политике и нашей страны, они тоже вызывают отторжение у наших и зрителей, и потребителей. Потому что она должна быть более сбалансированной, более честной, более открытой. И мы не должны скрывать и своих недостатков в том числе. Мы должны делать выводы. Вот сегодня, например, недавно была трагедия, которая действительно в Омске рухнула, погибли 23 десантника. Это трагедия, которой мы должны честно и открыто дать оценку, а не находить стрелочников и, между прочим, об этом говорить. И все положить, всю информационно-пропагандистскую машину положить на события на Украине. Надо честно показать и наши недостатки, которые человек должен доверять информационной информации, которая сегодня идет с новостных лент. Сегодня, к сожалению, у нас тоже бывают перегибы на эту тему, но мы не должны недооценивать того информационного потока, который сегодня идет через интернет, через интернет-ресурсы. Не секрет, что ни один интернет-ресурс, ни один телевизионный канал не является независимым сегодня. Поэтому в более грубой степени на Украине, когда все телевизионные каналы принадлежат тому или иному олигарху, и в меньшей степени у нас, потому что у нас все-таки государственные каналы, но которые тоже необходимо сделать выводы определенные, из тех перегибов, которые идут сегодня в других странах, и все-таки стремиться делать информационные пространства более открытые и честные, и показывать людям реальные проблемы, которые существуют, и как их преодолевать. Что касается влияния социальных сетей, то мы приняли закон, который выступает в силу с 1 сентября, я напомню, этот закон принят, о том, что переносит персональных данных на серверы крупнейших компаний, это Facebook, Twitter, перенос на территорию Российской Федерации и хранение персональных данных на территории Российской Федерации. Для чего это делается? Для того, чтобы правоохранительные органы имели доступ к тем или иным персональным данным. Есть такой пример, что практически недавно террористические акты в Волгограде были координировались исключительно через социальную сеть Facebook. Поэтому эти определенные шаги мы предприняли. Но, естественно, может быть, даже всего тут не предусмотришь. Мы на комитете всегда обсуждаем, у нас работают, комитет работает, проводим круглые столы, обсуждаем с представителями и интернет-сообщества, и гражданского общества, те или иные шаги, которые мы в дальнейшем превращаем в законодательные инициативы. Это со стороны государства, вы сказали, а обычному человеку, сидящему перед монитором компьютера? Знаете, была такая раньше шутка, когда ребенок смотрит телевизор, и у него начинается боится истерика, он говорит, я не знаю, что мне с ним делать, что мне сделать, чтобы этого не бояться. А отец подошел и нажал на кнопку, говорит, просто выключить. Поэтому здесь, вы знаете, вот такая вот агрессивная информационная политика, она может просто привести к тому, что люди просто перестанут смотреть телевизор. И я даже многих знаю, которые телевизор свели к минимуму. Сегодня вот эти абсолютно циничные, глупые программы, которые сегодня идут по разным телеканалам, которые рассчитаны на развлечения, на самом деле там нет никакого развлечения, все идет, сводится к пошлости, к глупым шуткам, поэтому это не дает никакой образованности. Поэтому ни для людей, ни для детей, ни для молодежи, ни для взрослых людей. Поэтому уже появляется большое количество людей, которые перестают смотреть телевизор, уходят в интернет-пространство, подчеркивают себе новости исключительно из интернет-ресурсов. И, собственно, вот как бы к этому ни пришли, мы вообще что, телевидение перестанет, оно существовать не перестанет, но тем не менее перестанет быть тем субъектом информационной политики государства, которое будет... Поэтому нужно вести грамотную информационную политику, без перегибов. Хорошо. Продолжение следует...